Улыбайся, снеговик! У неё как будто гравитационная защита такая со всех сторон. Я добрался до ядра. Первый насквозь, прожигаем. И второй насквозь. Офигеть! И давайте... Офигеть! Привет! Ну что, в этом видео тоже какую-нибудь планету уничтожим? Это у нас Земля, в прошлой серии она была. Тут ещё есть другая планета, она очень похожа на Землю. Вот она. Может это тоже Земля? Хотя нет, вот расположение материков совсем другое, не такое, как у Земли. Ну что, нужно её побахнуть, я тут лазером хотел выжечь. И оказывается ещё у лазера можно ширину увеличить. То есть можно гигантский лазер сделать, очень мощный. И цвет выберем, например, жёлтый. Вот так вот. Офигеть, мы её сейчас напополам распилим. Очень мощный лазер какой-то. Это просто офигеть. Так, жгём, жгём, жгём планету. Просто. Просто одна маленькая штучка осталась, на которой вся планета держится. А ещё можно глаза сделать. Гигантские глаза. Прикольно. Не получился, правда, глаз, как хотелось, но... Так тоже сойдёт. Так, уберём это всё и посмотрим. Вот это, конечно, прикольно. Прикольно у нас получилось с планетой. Так, хотелось бы, конечно, на превью сделать как-нибудь, чтобы посветлее было. Так, 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 ну ладно. Ничего не понятно, что с планетой стало. Распиливаем её дальше. Так, уберём это. Это планета. Это всё, что осталось от планеты. Вот это, конечно, прикольно. Можно ещё напоследок Кракена запустить. Пускай Кракен тут доест её. Вот он сверху пришёл. Пришёл сверху и откусывает целый кусок. Своими щупальцами. Прямо с середины выдрал. Офигеть. Ещё летающую тарелку сейчас. Так, она прилетела. И сейчас бабахнет. А, ну так себе взрыв. А вот этот вот... Другая летающая тарелка. Это даже не тарелка, это какой-то... Корабль летающий. Так, и что он будет делать? О, он заряжает свою пушку. Свою межгалактическую бластерную уничтожитель планет. Фу ты, блин, что я сказал? Да, ну это помощнее выглядит. Он её раскалил вообще. Ничего себе, да красна. Планета очень горячая, как солнце, наверное. Нифига себе. Офигеть. А, ну всё, правильно. Правильно, она бабахнула. Планета уничтожена. Ну что? Заново начнём. Может быть, что-нибудь другое выберем? Сейчас посмотрим снеговик какой-то. О, снеговика тоже можно мочкануть. Так, снеговика можно лазером выжечь. Сейчас посмотрим. Наверное, надо поменьше поставить. А то он его пополам просто... Ой, то есть не пополам. Он его вообще просто сотрёт в порошок. Вот так вот зелёный цвет. И сейчас мы ему сделаем улыбочку. Улыбайся, снеговик. Прикольно. Эй, а чё он не раскаляется? Потому что он снежный, наверное. Офигеть. Так, а чё он какой-то? Он бронированный? Самая бронированная планета. Или может потому, что мне надо лазер побольше взять? Три-двадцать пять пускай будет. О, вот это другое дело. Жарим снеговика. А с этой стороны он целенький просто. Так, его нужно на снежке вот так вот разделать. Так, верхняя часть и нижняя. Всё, кажется. Всё, больше нету ещё вот этими штуками. В конце запустим. О, бачки бабахнули там. Так, и там одна ещё что-то застряла. Сейчас мы её с бластера запулим. Так, видимо она не хочет что-то взрываться. А, вот, вот она бабахнула только что. Ну ладно, снеговик это так себе. Посмотрим, что тут у нас ещё есть. Так, вот это вот ещё такое. Это какая-то, я не знаю, двоичная планета. Планета цифрового кода. Так, что мы с ней сделаем? Можно сразу луной бабахнем в неё. Просто, чтобы уничтожить. Просто вот так вот луна вылетает, ничего себе. А-а-а, я понял. Планета. Вокруг планеты какое-то силовое поле. То есть планету это не так просто бабахнуть. Так, а если вот бластером? Да, блин, нет, невозможно. У неё как будто гравитационная защита такая со всех сторон. Это планета будущего. Нам, человечеству, надо бы и такое в будущем себе соорудить. Когда мы технологически немножко вперёд. А, нет. Продвинемся. Это ядро внутри. Я добрался до ядра. Фига себе ядро, какое прикольно. И, кстати, там, наверное, можно внутри жить. Планеты. А, оно восстановилось. Так, защита восстановилась. Но дырка осталась. А если ещё её поджарить? Ну, давай, защита. 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 Защита не вечная. Всё, защиты больше нету. И внутри планеты ядро такое очень странное ядро. Оно не из лавы там состоит. Оно не из раскалённого железа, а вот такая вот энергетическая штуковина, которая двигается. И как раз таки оно создаёт магнитное поле, из-за чего планета вращается. Ну ладно, посмотрим, что у нас ещё есть интересненькое здесь. Так, а вот это вот что такое? Какая-то луна вообще. А вот это? Опачки, на этой планете тоже житель есть. 8,6 миллиардов, ничего себе. Интересный цвет такой у планеты, конечно. Прикольно, прикольно. Ну что будем делать сразу? Сразу сделаем ей улыбочку. Улыбайся, планета. Так, вот так вот. И два глаза. Первый насквозь прожигаем. И второй насквозь. Офигеть. Так, сейчас посмотрим. Вот это планета, конечно. Просто насквозь её прожгли. Ой, чуть-чуть случайно. Поджарил ещё сбоку. Да, конечно, жалко планету. И на ней ещё остались выжившие 6,2 миллиарда. Это как вообще? После такого не выживают. Я даже не знаю. Ну-ка сейчас бомбанём по носу. Ракетками. Полетели ракеты. И нос сделали планете. Хотя как-то очень слабенько бомбанули они. Может, надо просто с другой стороны планету мочкануть, чтобы вообще там всех уничтожить. Так, сейчас посмотрим. Чёрную дыру вызовем. Пускай чёрная дыра сейчас поглотит планету. О-о-о-о. Это мощно. Это было мощно. Но планета всё равно уничтожена. Но вот тут есть ещё астероиды. А, астероиды мощные, кстати. Неплохо бомбят, конечно. Сейчас ещё подарочек отправим. Где-нибудь внизу здесь высадим его. Не знаю, что там, но... О-о-о. Сразу три подарка. Три подарка. Их надо чем-то мочкануть. Вот, из бластера. Так, и что у нас там в подарке? А-а-а. Стоп, стоп, стоп. Что это летает такое? А чё, так можно что-ли было делать, чтобы она летала? Я думала, она должна... Сейчас подставить её же ещё надо. Ладно, вот это вот. Подстрелим. А она как-то вообще вокруг планеты летает, что ли? Невозможно её словить. Нет, я не могу в неё стрелять вообще. Я могу только в планету стрелять. Ладно, второй подарок. Что там то же самое оказалось? А в третьем подарке оказалась вот эта вот космическая инопланетная штуковина, которая сейчас планету раскалить будет. Раскалять будет, точнее. Так. Так, ну вот, она просто кусочек вырезает. У планеты вырезала квадрат какой-то. Ничего себе. Вот это геометрия. Прикольно, прикольно. Как будто ровный квадрат такой вырезан, да? Похоже. А если так смотреть, то неровный. Да чё он там на одном месте всё с... Ладно. Сейчас ещё одного пришлём. И ещё одного. Пускай они втроём трудятся. Над этой сложной задачей. Второй веселее. Они её должны вообще до красна раскалить, чтобы она взорвалась. Так, ну что? А, вот они заряжают свои пушки. И давайте... Офигеть! Вот это они вгрызлись в планету. Всё, планета покраснела. Эти двое улетают. А тот, который там сначала был, продолжает до сих пор её уничтожать. Да, планеты больше нету. Что у нас здесь есть ещё? Ну, в принципе, напоследок можно вот эту вот планету мочкануть, но на ней никто не живёт. Никого на ней нету. Интересно, что с ней можно делать. Наверное, самая обычная планета. Сразу, может, и с бластером мочканём в центр. Посмотрим. Всё понятно. Обычная планета. Короче, ничего из неё не выйдет такого интересного. Ещё с зелёным лазером, кстати, можно цвет поменять. Вот, на фиолетовый. Лазер фиолетовый становится прикольным, конечно. Это очень прикольно. Так, я, кажется, там насквозь уже прожёг, потому что не работает лазер с этой стороны. Да, вот, вот, вот. Прожёг. Ну, короче, всё. Это самое мощное, это вот этот вот лазер, который можно очень широким делать. И он просто планету за несколько секунд выжигает. Это, конечно, круто. Ну, я думаю, на сегодня можно уже закругляться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до следующего видосика. Сейчас мы её только бабахнем напоследок. Так, а чё это она не раскаляется? Живучая планета оказалась, да? Сейчас мы её внутри вообще тут уничтожим. Так. Что-то она там жёлтым светится внутри. Бедная планета. Да когда она уже бабахнет? Или, ну, нужно вызывать космические корабли, чтобы они бабахнули её? Лазер не работает. Ой, чё-то мне залагало тут всё. Ну ладно, до следующего видосика. Вот это. Вот теперь. Продолжение следует...